Краеведческий музей Изначально здесь находился городской торговый корпус. Здание построили всего за два года в рекордные сроки по проекту Кричкова. Говорят, что жители, видя его, пугались. Крестьяне, которые ни разу не видели трех-четырехэтажные каменные здания, опасались, что земля не выдержит и здание городской управы рухнет вниз. Изначально здание проектировали как городской торговый корпус. По легенде, именно оно стало местом объявления советской власти в 1917 году. Эта легенда, кстати, спасла здание, когда в 60-е годы его собирались носить. А после того, как город захватили белогвардейцы, в Краеведческом музее закатил свой последний банкет адмирал Колчак, незадолго до пленения и расстрела. Часовня. Еще одно известное здание города, которое считают символом Новосибирска. Часовня Николая Чудотворца. Новосибирцы любят миф о том, что здесь географический центр России. На самом деле, отсюда до центра далеко. Он находился у озера Виви в Красноярском крае. А после того, как Крым вошел в состав России, подвинулся еще на десятки километров на юг. Кстати, в советское время часовня была закрыта. Потом ее совсем снесли. На этом месте стояла статуя комсомолиц, а потом памятник Сталину, который спустя несколько лет после его смерти все-таки снесли тоже. Магазин под строкой. Это многоэтажный жилой дом с гигантским по тем временам магазином. Гастроном номер два. Прозванным в народе за свою дугообразную длину кишкой. Позже на полукруглом фронтоне была размещена знаменитая бегущая строка, заставлявшая многих новосибирцев даже в зимний мороз стоять, задрав голову и глазеть на бегущие светящиеся буквы. Гастроном назвали в народе по-новому. Под строкой. Позже его назвали так уже официально. Театр оперы и балета. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Первый спектакль состоялся здесь в мае 1945 года. Это была опера Глинки Иван Сусанин. Строительство здания началось в 1931 году. Грандиозное сооружение с уникальными размерами зрительного зала и параметрами сцены. В 1941 году здание театра было практически готово, но с началом войны строительство остановили. Во время войны в здании хранились сокровища музеев Москвы и Ленинграда. Однако в 1942 году правительство СССР принимает решение о срочной достройке театра. Общая площадь здания – 11 837,8 квадратных метров, объем – 294 340 кубических метров. С точки зрения инженерного искусства театр является исключительно сложным сооружением. Самая уникальная часть здания – конструкция купола диаметром 60 метров и высотой 35 метров. Кровля купола – тысяча железных чешуек серебристого цвета. После ремонта и реконструкции в зале стало 1774 места, в концертном – 375. Театр по праву считается одним из главных символов Новосибирска. Памятник Ленину. Напротив театра оперы и балета находится памятник Ленину. Его установили в 1970 году в честь 53-летия со дня Великой Октябрьской революции и векового юбилея самого Владимира Ильича. Памятник выполнен из бронзы и весит 10 тонн. Целиком памятник достигает 6,5 метров. Кстати, это не просто памятник Ленину, а целая скульптурная композиция. Центральной частью является Ленин, справа от него рабочий, солдат и крестьянин – символы революционного движения. По левую сторону установлены юноша и девушка. С факелом и колосьями, соответственно, символы преемственности поколений. С 4 декабря 1974 года этот памятник охраняется государством. Интересно, что другие фигуры, установленные одновременно с памятником Ленину, не удостоились такой же чести. Продолжение следует...